Всем привет! Вы снова слышите Лёшу Халецкого, и мы продолжаем играть в шестую цивилизацию. Но прежде чем перейти к геймплею, хочу кое-что сказать про Россию. Это единственная нация, которая ещё не анонсирована, и возможно, когда вот это видео выйдет, она уже будет анонсирована, я без понятия. Но я покопался в файлах игры, потому что к ним есть доступ. Вот тут цивилопедии нету, тут вот все, только те нации, за которые можно играть, написаны. Но в файлах игры вся информация лежит, так что могу про Россию вам всё рассказать. А именно, лидером России в шестой цивилизации будет Пётр I, его уникальная способность называется Великое Посольство, даёт науку или культуру от торговых путей к цивилизациям более развитым, чем Россия, а конкретно плюс одну науку за каждые три технологии, у которых нету России, и плюс одну культуру за каждые три социальных института, у которых нету России. Дальше, уникальная способность России называется Россия-матушка, вот так, и даёт дополнительную территорию при основании городов, а также плюс одну веру и плюс одно производство в тундре. То бишь, Россия это такая замена шашоном из Пятой Цивы. Причём, там прикольное описание России в цивилопедии, цитирую, «Россия Петра – всепожирающая амёба, рядом с которой вам не хотелось бы оказаться. Эта амёба с огромной скоростью поглощает земли, технологии и социальные институты вокруг себя». Уникальный юнит России ничего нового, «Казакия», заменяет кавалерию, плюс пять к боевой мощи при сложении на своей территории, то бишь, точно так же, как и у шашонов, либо рядом с ней, на своей территории, либо рядом с ней. Если остались очки передвижения, может двигаться после атаки. Ну и уникальный район России. Нам дали религиозный район, «Лавра» называется. Он заменяет религиозный район, священное место. И способность такая, границы города расширяются на одну клетку каждый раз, когда в нём применяется талант великого человека. Ну, по-моему, странноватая способность, просто потому что у России уже сразу есть клетки много, да, когда будет основываться город, так ещё, и быстрее они будут расширяются. Но, в принципе, это чем-то похоже на то, что было в пятой циве. Помните, у нас были казармы под названием «Крепость». Они тоже быстрее клетки захватывали. Ну, собственно, всё. Вот всё, что мы знаем о России, так что скоро анонсируют и будет более конкретно. Теперь давайте вернёмся к нашему геймплею. В шестой циве мне надо отправить караван. Так, я бы отправил туда, где ещё у нас не основан торговый... По-моему, в Лондон у меня уже бегает. Мои пучи. Спарта. В Лавенту. Осакокео. Да, Лондон. И два в Торонто. Угу. Тогда давайте, может, в Литц. Я тут у нас в Литц. Вот он. Будет маловато, конечно, прибыли, но зато... Автокамадца у меня бегает. Осако и Киото. Просто бонусы будут торговому пути. Если он будет бегать через город, в котором уже есть торговый путь. Наверное, давайте в Токамадцу сначала. Так, сделаем. Так. Найденный источник. Отлично. Значит, это мы сделали. Теперь у меня вторую... Так как я выше на уровне, видимо, видите, у меня появились новые способности какие-то. Или выше... Выше вероятность украсть что-нибудь. Так как тут кампус, то можно тех украсть. Наверное, если бы... В зависимости от того, какие районы есть в этом городе... О, прикольное чудо. Это что? Запретный... Дворец Потала. Красиво. Дворец Потала, это случайно мне... Там, где... Этот... Далай-Лама. В... Я уже не пал. Почему я в голове не пал? Ладно, сейчас предварительно... Поставлю... Периллюстрировать почту. Увеличиваю дипломатическую видимость на один уровень. Выберем исследование. По технологиям уже так довольно впереди. Построить оружение для ускорения. Постройте две гавани. А у меня еще не построили две гавани? То есть, только в Эфесе гавань построена, а в Пергаме нет. Ну, надо в Пергаме... А что я тут строю? Рынок. Надо гавань построить будет. Что-то за фигня такая. Ладно, раз... Индустриализацию... Три мастерских тоже не построено. Два района пригорода не построено. Две гавани... Две бомбарды. Оружие. Ну, вот оружие я не буду строить. Явно. Поэтому давайте попробуем открыть селитру. Норвегия построила рынок. Германия в промышленность выходит. Да, кстати... Рабочими же можно ускорять строительство чудес. Вот это надо проверить. Вот у меня рабочие... Ваше Величество, население растет, и пора строить новые пригороды. Окей. Пригороды с высокой привлекательностью... Это промышленная революция и рост населения городов... ...в привилег к появлению чувства анонимности. Район, который обеспечивает граждан жильем в зависимости от престижа клетки. То есть, чем более престижно... Причем, мне почему-то включили поселенцы, хотя надо престиж включить. Вот. Чем более престижно, тем больше жилье. Потрясающе. Вот, например... Вот почему потрясающе на горах? Неужели я смогу построить этот район на горах? Ну ладно, еще можно поменять общественный строй. Плюс 50 золота за престиж клетки, когда ферма замещается пригородом. Военные академии и морские порты дают плюс одну науку. Прикольно. Но пока не буду менять. Давайте посмотрим, могу ли я реально... А, нет. Не могу я на горах строить. Ладно. Ну вот мне сразу пишут, сколько мне дадут жилья. В зависимости от престижа клетки. Все тут по 4, по 4. Единственное 5. И вот видите, я могу тут ферму заменить. А все остальное 4. Ну я бы вот тут построил, например. Но я хочу вот этот фестиваль на театральной площади закончить. Просто интересно, что будет. Выжженная земля. Боже, охрана природы. Натуралист. Юнит натуралист. Юнаты. В поздней игре гражданский, который может создавать национальные парки, чтобы повысить туризм. О, это вот для моей победы через туризм. Да и Христос Искупитель тоже. Так, давайте Христос Искупитель сначала. Селенец пришел город ставить. Что мы сначала построим? Монумент. Что мы будем тут обрабатывать? Давайте рис. Ну, чтоб быстрее вырос. Так, и я хотел... Блин. Вот как выходить из этого экрана города? Экран. То есть мне надо опять нажимать на это. И вот я хочу одной кнопкой выйти, просто перейти к юниту какому-нибудь. Это пока невозможно. Так, я хочу попробовать ускорить чудо. Три хода. У меня долго будет бежать. Туда. Ладно. Блин, ну чувак, что-то своего апостола поставил. Блин. Вот, вырубим тогда тропический лес. Добавится еды и производство. Так, сейчас я колосс построю, как я понимаю. Постоянное посольство Германии построило арену в Манчестере. Скифия построила развлекательный. Это вот тот город, который я поставил, где кроме меня никто не может городу поставить. Он считает, что я близко селюсь. Да. Блин, опять кто-то заменил меня. На Родосе был возведен колосс в 70 локтей высотой, изображающий солнце. Скульптор извел на него столько бронзы, что, казалось, опустошил шахты. Красиво. Только я забыл, что он делает. Это чудо. Так, цивилопедия. Где у нас чудеса? Города, государство, районы, здания, чудеса и проекты. Колосс. Плюс один доступный торговый путь. Дает торговца. О, ну это круто. Еще плюс три золота и плюс одну очко. Ну, флотоводец, ладно. Удаляется, если игра начинается после... Ага. Ладно. Так, ну и где мне дали торговца? Вот он. Я сразу могу отправить... Могу влиться, отправить. Могу в Акаяму отправить. Вот, в Нагою надо отправить. У меня как раз через Осаку будет проходить, типа, дополнительно денег. У меня в Нагою не бегает. Киото, Токамадсу. Отлично. Еще, кстати, в Хатусу могу отправить. Давайте в Нагою, а потом уже следующую в Хатусу. Хатуса не хочет? Не хочет. Хатусу. Круто. Так, еще один торговый. А откуда? Из Спарты. Ну, теперь, видимо, в Хатусу или Вакаяму. Вакаяму уже бегает. Нагоя, Киото... Нет, не бегает. Токамадсу, Киото... Так. Так, 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 так. Давайте, видимо, в Хатусу. А, не могу. Тут я почему-то уже не могу в Хатусу. Не выбегает. Тогда в Акаяму. Чтобы дороги провели, тогда, наверное, в Хатусу будет добегать. Так, Изофин. Изофин. Киото можно отправить. В Киото у меня уже бегает. Хорошо. Осталось Акаяма и Нагоя. И в Нагою и в Акаяму бегают. Все. Тогда в Литц, наверное, отправим. Вот так. 8 торговых путей уже. Так, где мне поменяли? Опять этот в Нанмадоле? Ну... Конго, да? Слушай, ну, Конго, ну ты... Отмороженный напрочь. Просто негр какой-то. Ловиньте торговый путь. Основан. Так, в Эфессе. Построили. Что дает верфь? Плюс одно производство. Ячейка горожан. Развлекательный... Наверное, центр коммерции построим. Или пригород. У меня лимит жилья. Ну, вообще, рекомендую центр коммерции. Я бы тоже центр коммерции сначала построил. Причем, вот заменил тут лесопилку. Вот эту давайте. Так, рабочую удаляем. 69 производства, 69 пищи. Об умных играх вам рассказывает Леша Халецкий, а о любимых местах в городе напомнит Двагис. Добавляйте нужное вам место в избранное в приложении Двагис, и адрес будет в быстром доступе и всегда под рукой. Бесплатный справочник организации и детальную карту городов Двагис можно скачать на одноименном сайте двагис.ру под любую платформу. Двагис, если быть точным. Троян зачем-то предупреждение Конго выносит. Германия библиотеку построила. Эти религиозные войны тут бегающие. Макеавелизм. Так, теперь мне интересно, если вырубить лес не на своей клетке. Это вообще возможно? Сейчас мы сбегаем туда, посмотрим. Так, тут я рынок построил, я хочу гавань. Бергами построить. Так, и у меня сейчас запретный дворец построится. Ещё одно чудо. Охренел. Осуждает он меня. Досвидос. Дипломатическая лига. Они на моей территории магическими штуками занимаются. Центральную ось дворцового комплекса китайцы считали осью мира. А сам запретный город с его дворцами, центром от которого отмеряли расстояние по четырем сторонам горизонта. Красиво. Красиво. Так. Исследование компьютеры ускорилось. Теперь узнать бы, что этот запретный город даёт. Плюс одна универсальная ячейка политического курса. Отлично. Плюс пять культуры. И всё. Плюс пять культуры и плюс одна универсальная ячейка. Давайте что-нибудь ссунем. А я, наверное, сейчас не могу. Сейчас, если я сейчас поставлю, то начнётся анархия, типа. Сейчас надо открыть вот средства массовой информации. Тогда можно будет использовать. Так. Что я ещё хотел посмотреть? Могу ли я за веру купить какого-нибудь человечка? Ну вот, великого музыканта могу, в принципе, купить. А то, а что с торговцем у нас? Здесь 850 гривен японга опередит. Ладно, куплю великого музыканта. Но мне некуда его, по-моему, сажать на данный момент. Так, нафига мне его покупать? Ну, сам у меня сейчас сгенерируется, правильно? Да нету шедевров для музыки. Есть для письма и даже для этих нету ещё. Ладно. Аргас. Вот мне там писали по поводу Акведука, что, мол, район, поставляющий в город пресную воду из соседней реки, озера Азис и Элисгор. Города без начального доступа к крестной воды получают 6 жилья. Города с изначальным доступом к крестной воды получают плюс 2 к жилью. Можно построить только рядом с центром города. Ну, как бы, типа, нафиг надо, получается, да? А где здание для ячеек музыки? Давайте поищем. Великий музыкант. Создает музыкальный шедевр. Нет, надо, видимо, смотреть... Так, районы. Акрополь, театральная площадь. Одно очко великого писателя, торговца, музыканта. Так, ладно, здание. Священный театральный амфитеатр, киностудия, центровещание. Хранит артефакты. Хранит шедевры искусства. А куда музыкальные шедевры фигачить? Или это... Они могут только... Ладно. Загоняюсь я раньше времени. Пока... Не разобрались. Я бы банк построил, чтобы великого торговца быстрее получил. Нет, выбирать я, наверное, не... Или я могу все-таки сейчас выбрать. Давайте попробуем. Перенесите политический курс в эту учебу. Первый отправленный посол дает двойной эффект. Плюс одно золото за каждого вашего посла. Плюс 50 производства при подготовке шпионов. Дальше. Бонусы священные. Ну, конечно, вот с этим всем надо разбираться, потому что, видите, сижу сейчас... Плюс 4 золота и веры. Плюс 100% науки. Может взять? Все-таки. Давайте попробуем. А то у меня с культурой все круто, а с наукой так себе. Или шпионов. Ну, блин, там мне всего одного шпиона надо. Ну, нормально добавилось так. В принципе-то. Так, ну вот. Могу вырубить? Могу. Смотрите, даже не на моей клетке дает полные бонусы. Отлично. Только кому интересно, спарти? Спарти вроде дала. Мастерскую строим. Так, что это у нас тут за битвы пророков до сих пор? Рим, собор святой Софии. Ну вот, я жалею, что я построил священный район. Откровенно. Собор святой Софии. Истинное назначение короха делать всех людей высокими. Хорошие тут, конечно, описания. Смешные. Так, перлюстрация завершена. Ну и что теперь делать? А что вот... У меня повышен уровень. И что это значит? Я что-то какую-то информацию могу узнать о... о Норвегии теперь. Той, которую я не знал. Доклад разведки. Ну я даже больше знаю об Англии, чем о... Норвегии. Монархия. Не знаю. Ну, давайте попробуем что-нибудь украсть. Украсть одно ускорение. В том числе канализацию. Ну типа канализацию. Или украсть 90 золота. Нафиг мне золото. Давайте канализацию попробуем. О! Здесь не знаю. Пять ха... 63% вообще успех. 28% вероятность провала. И 9% попасться или погибнуть. Окей. Попробуем. Слушайте, интересно, а строительство районов ускоряют рабочие? Давайте посмотрим. Сбегаем сейчас к пергаму и глянем. Так. Обнаружен ресурс селитры. Раз. Ресурс селитры. И два. Очень хорошо. Так, следующее исследование. Канализацию мы ускорим, я надеюсь. Три мастерских мы еще построим, я надеюсь. Две гавани тоже построим. Вот арбалетчиков я строить не буду. И бомбарды я строить не буду. А вот банк еще будет. Вот эти давайте исследовать, а те подождем ускорение. Блин. Еще какие-то колесницы старые бегают. Хочет чая. Ну, мне право прохода не надо. Ты извини. Давай денег. В пятой цели, по-моему, 140 они давали за ресурс. Ага, можно уже сразу принять делку. Хорошо, если 200, я попрошу у тебя, уважаемая. Тоже можно принять. Хорошо, а 400... А 1000... Странно. Мне кажется, это какой-то баг сейчас был. Битвы магов. Рим с Японией дерется. Дерется. Так, раз у меня куча денег, давайте купим какие-нибудь здания. Раз на то пошло. Я могу оружейную, храм и водяную мельницу купить. Давайте купим водяную мельницу. В этом городе я могу купить банк. Банк строится. Художественный музей, археологический музей. Давайте купим археологический музей. Потому что мне больше некуда. Так, здесь у нас что? Мастерская строится. Банк. Давайте банк купим. Банк купим. Здесь. Я от городов государственного великого торговца. Блин, уже Конго... Ну, кто-то получил, короче, великого торговца. Намного больше денег требуется. Эх. Эх, фак. Ну, полководец мне нафиг надо. Флотоводец я вообще единственный, кто-то генерирует очки флотоводца. Инженера. Ну, вот инженера тут я на первом месте вроде как. Все, больше пророков нельзя получить. Видите? Ученых. Ну, с учеными отстаю, согласен. Великий писатель. Пушкин. О, я Пушкина получу. Круто. Мне вот главное вот эти три, как я понимаю. Если я хочу туризмом побеждать. Может, мне селитру кому продать? Может, не. Может, не. Может, просто красителем можно. И что-то за тысячу продать. Боже, что тут за... Ты дыщи. А вон еще норвежец плывет своими миссионерами. Если вы не читаете газет, вы не информированы. Если вы читаете газеты, вы дезинформированы. Меньше усталости от войны. Ну, нет. Вот мне Христос Искупитель надо построить. И Бродвей мне надо построить. Вот это все мне надо построить. Две полевые пушки. Три фондовых биржи. Сформируйте три корпуса. У меня пока только один корпус сформирован, как я понимаю. Кстати, где он? У меня же был корпус. А, ну вот. Создать строй сопровождения с пики... А, нет. Создать. Блин, где он? Вот он, что ли? Да, вот. Пикинеры корпуса. Надо сколько создать? Три корпуса? Но я могу еще один создать только. Постройте потрясающе престижный природный район. Анна, выжданная земля. И где у меня рабочий был? Я хочу обработать вот эти красители и кому-нибудь их продать. Хартуза заключила мир с Филиппом. О, у меня современная дорога теперь. Везде. Ну, не особо она отличается от... Той старой дороги. Отличная индустриализация продвинута. И получение великого человека. Писатель. Пушкин. Пушкин. Ей. Сейчас будем Евгения Онегина писать. Евгений Онегин и Борис Гадуров. Мечты, мечты. Где ваша сладость? Где вечная к ней рифма? Младость. Сладость, младость. Археолога надо, кстати, сделать. Тоже заполнить это все дело. Единственное, я пока не понимаю, почему все это никак не влияет на 0.98. Все еще до сих пор. Может, надо какие-то открытые границы сделать? Задание города-государства выполнено. Третий глюк. Греция и Рим. Я вот вижу, что Рим и у Рима единица. Но оно почему-то налазит друг на друга. Непонятно. Пергам. Пергаму требуется еда. Ваше обещание выполнено. Недостаточно жилья в Спарте и в Эфесе. Так. Значит так. В Спарте делаем рабочего для того, чтобы потом чудеса построить строителя. Тут мы обрабатываем плантацию. Сейчас будем общаться с другими чуваками по этому поводу. Начинаем. Теодор Рузвельт. Объявить дружбу, обвинить. Так. Выдвинуть требование. Что я могу? Нет. Не хочу. Давайте заключить сделку. Я ему красители. Что он мне предложит? 14,6 вход. Не особо интересно. Не особо. Так. А вот Англия вообще меня любит прям. Основать постоянное посольство я могу? Наконец-то. Так. Заключить сделку. Красители тебе. Право прохода. А, то есть у тебя и право прохода уже не особо. Хорошо. А если я тебе тоже право прохода? А, все равно я должен ей платить еще. Она какая-то вот... Слушайте, она что-то еще ей платить хочет. Ладно. А японец что мне? По-моему, я только в Японии до сих пор не могу... Основать посольство. О, лисы. Что-то красители мало кто хочет. Оказывается. То есть за 70 он только его купит. А вот Томирис. То есть, видимо, чаек намного более крут, чем красители. Похоже. Ну вот. Еще мне интересует, почему у меня нету права прохода к японцу. А потому что у меня он уже заключен. Ясно. Так. Давайте с Испанией право прохода попробуем. Преклассно. Преклассно. Я ему даю право прохода, и он мне за это одно золото в ход. Но как только я добавляю красители, он еще просит, чтобы я ему денег. Ну, потому что у него красители есть, конечно. Но сам факт. Типа, знаете, я еще краситель. Ну, тогда ты мне еще больше денег дашь, окей? А, нет. Это уже заранее было так. Подождите. Что-то я не пойму. Право... Я ему даю право прохода. Он мне что предложит? Одно в ход. Где тут деньги? Зачем? Все. Окей. Я с этим согласен. Дальше. Томирис. Виктория. Давай оба право прохода. 12 и 3 вход. Принять сделку. Чувак, смотри, я тебе чаек даю. А ты мне шоколадку 5 согласен. И давай еще право прохода. Как тебе? Нет, дорого. Ладно. Ладно. На этом закончу пока эту серию. Закончу ход. Ну вот, видите, теперь границы с Англией и Японией такие... Заштрихованные. Значит, я могу там проходить. Идутся переговоры о мире с испанцем. Все мир заключили. Не, давайте, знаете, еще один фото. Я хочу посмотреть, как завершится... Этот проект. Так, где я еще могу... Шедевр письменности? В Амфите... В Спарте и в Пергаме. Давайте в Спарту переедем. Так, чтобы перейти в другой город, мне надо быть, значит, в центре. И тогда переносится в другой город. Ясно? Мне все ясно. Заканчиваем ход. Боже, сколько миссионеров. Слушайте, а норвежец там на победу религии, случайно, не идет? Боже, что происходит. Высадка еще, массированная высадка апостолов норвежских, протестантских. Я могу ему как-то запретить тут высаживаться вообще? О, я выкрал. Значит, у меня все-таки не канализация ускорилась, а радио. Ясно. О, даже есть повышение у шпионов. При проведении диверсии на производстве текущее время увеличивается на 3. При похищении средств увеличивается на 3. При выполнении... Время выполнения задания уменьшается на 25%. Балансиэты возьмем. И... А, я должен сейчас пропустить ход, я так понимаю. Так, я закончил проект, и я могу взять великого человека, да? Вот и музыкант. Знаменитый музыкант, покоренный достижениями нашей цивилизации, прибыл сюда, чтобы... Скажите больше музыкальных шедевров. Где мне их хранить? Видите, у меня даже ничего зеленого не горит. Типа, где я могу хранить эти музыкальные шедевры? Вот что за фигня? Просто по городам перемещаться, и все. Так. Тут тоже строителя сделаем. Тут строитель создан. Так, перейдем сюда, обработаем селитру. Здесь тоже строителя. А здесь уже можно начинать строить чудо. Какое мы будем чудо строить? Бродвей. Так, отправить посла. Сколько там... Ну, придется два в нанмадол отправлять. Да, блин, что-то с музыкальными шедеврами какой-то швах. Где здание? Так. Здание. Фабрика. Военная академия. Где ячейки? Ну, опера, например. Вот опера есть вообще у нас такое здание в игре? Опера и балет. Открывает Большой театр. Что Большой театр дает? Одна ячейка музыкальных шедевров. Это что, чудо, что ли? Это чудо, походу. А, то есть это Гранд-опера у нас Большой театр, так называется. Еще Сиднейский оперный театр. Непонятно мне с этими великими людьми. Так, давайте здесь Бориса Годунова напишем, наконец-то. Все, вот на этом я пока заканчиваю эту серию. Продолжение я постараюсь скоро сделать. А, блин, сейчас, еще в начале хода посмотрю по поводу победы религии норвежцам и попробую закрыть ему проход. Забыл сделать. Боже, прям какая-то битва. А какая религия у Норвегии? Протестантизм. Ну, пока я пью, как он, мои города переманивал. Протестантизм, протестантизм. Ну, тут, по-моему, вот эта вся половина в протестантизме, походу. И вначале работал он щит и огромный, и крепкий. Там же два града представил он ясноречивых народов. Война – это ад. Коротко и ясно. Так, значит, победы религии. Четыре из десяти. Ничего себе. А я напоминаю, что для победы религии надо половину государств, определенно, каждой нации обратить. Не половину городов на всей карте, а именно половину городов в каждой нации. Интересно. Так, ну, господства ни у кого нету, культура. Приезжие туристы, внутренние туристы. Я не знаю, как... Влияю ли я на них хоть как-то, или не влияю. Так, наука. Ну, по очкам. Я, блин, вообще как-то вырвался уже. 306. Ближайший Рим, что ли? 241. Да. Культура, вы впереди. Наука, вы впереди. Война, скифия лидирует. Религия, Норвегия лидирует. Ну, все. Пользуйтесь двоих, сыграйте в умные игры. Продолжение скоро. Я, Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну, и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.